доброго времени суток уважаемые зрители и подписчики канала дачные записки привет народ рад приветствовать вас на своем канале меня зовут игорь канала посвящен в основном птицеводство сейчас можно его посмотреть на той платформе которая вам лично удобно youtube и telegram не только на ю тубе сносочки будут под роликом сегодняшний ролик будет посвящен тем проблемам которые встречаются с одной стороны заводчику который продает инкубационное яйцо с другой стороны покупателю этого самого инкубационного яйца а также тому как эти самые проблемы можно минимизировать или вообще их избежать ну давайте писать от печки с какими проблемами сталкивается человек который предлагает на рынок инкубационное яйцо от своей птицы первое человек заказал яйцо и в момент когда это яйцо нужно ему забирать отказывается по той или иной причине уж в чем эта причина разговор отдельный бывает жизненная бывает просто высосанной из пальца как этого дела избежать и какие проблемы связи с этим встречается но какие проблемы допустим очень большое количество заказов кто-то заказал первее вы собрали яйцо остальным отказали в итоге яйцо у вас не взял не тот кто заказывал не те люди которые обращались к вам сонеговы в минусе яйцо пришлось продавать как столовой нехорошо нехорошо как этого избежать но во первых в случае если у вас заказывают больше чем 30 яиц рекомендую брать предоплату пускай там и большую тем не менее человек который хотя бы какую-то копеечку заплатил приложит все максимально усилия для того чтобы это самое яйцо выкупать полном объеме жаба не позволит свои денежки пускать на ветер далее вы продали яйцо и к вам выкатили претензии о том что цыплята не получились отдавайте деньги компенсируйте яйцом как минимизировать такого рода ситуации во первых систематически проверять оплот хотя бы по благостной диску при возможности осуществлять контрольную кубацию в этом случае вы будете уверены в том что это это которого поставляете на рынок хорошего качества и в случае претензий со стороны покупателя сможете аргументированному ответа еще не спорных вопросов заранее обговаривайте ситуацию в том случае если будет большой процент неоплода покупатель обязан будет вам предоставить подтверждение этого факта если живет недалеко доставить яйцо неоплодом вы сможете убедиться что это действительно то яйцо которому вы ему продавали и разбив действительно сможете убедиться что яйцо именно неоплодное во всех остальных случаях я лично говорю покупателю давайте разбираться дальше по вполне возможно что это у вас проблемы с инкубатором проблемы с режимом инкубации либо сложная ситуация сложилась при транспортировке яйца они соблюли температуру слишком сильно встряхнули яйцо либо допустим при путешествии на самолете осуществлялось просвечивание яйца на рентгене и зачастую вот это вот просвечивание проводит тому что и и бревна начиная развиваться дальнейшем останавливаться в развитии погибает вы со своей стороны ответственность за это не несете повторимся брать предоплату за яйцо им чтобы исключить ситуацию когда человек заказав яйцо в самый последний момент и от него откажется от этого самого яйца и обговаривать заранее с человеком какие взаимодействия у вас будут случае если он сможет доказать что яйцо по той или иной причине оказалось неоплодным но всякое бывает даже если тематический петушок работал а на момент именно сбора яйца для этого покупателя он приболел и получилось так что большой процент неоплода бывает и такое тут рекомендую учить чтобы не потерять свою репутацию в пользу заказчика но опять таки повторюсь исключительно по неоплоду и в том случае если он сможет подоставить либо само яйцо либо как минимум снять видеоролик в котором покажет яйцо как он его разбивает и содержимое этого яйца и в том случае если вы будете с ними согласны аргументировать сможете указать что вот на видео вот там то там то видно это соответственно это не не оплод это задохлик либо кольцо не все люди адекватные некоторые винят во всем угодно но только не себя относитесь к этому с долей юмора что же касается покупателя какие на какие грабли может попасть покупатель которая покупать на кубационную сад первого на первого то что человек у которого заказали яйцо самый последний момент говорит о том что куры несутся и яйцо он вам продать не сможет в этой ситуации действие следующее во первых искать надо не одного поставщика яйца как минимум двух тем более чем больше источников тем больше вероятность того что не будет близкороста на скрещивание за две недели позвоните специально пожалуйста и уточните несется ли его птичка или уже лица от вам от него не дождаться как правило порядочный птицевод обзывание своих заказчиков предупреждает что с яйцом проблемы поставка яйца либо вообще будет не на либо будет перечислено по срокам ли будет выполнена не в полном объеме в этом случае если заказывали вы если у него 1 2 поставщиков хотя бы один то все равно яйцо продаст заранее обговаривайте с поставщиком какие займы расчеты у вас будут в том случае если вы сможете доказать что лицо поставленное вам неоплодное правило все упирается опять-таки в предъявлении этих самых неоплодных есть либо как минимум видео на котором вы эти самые яйца разбиваете показывать дальше несется куча куча больших проблем дело в том что нашей стране и основные проблемы дураки и дороги на дороге это отсутствие налаженной системы которая позволяла передавать яйцо на большие расстояния мир надлежащим виде надлежащих условиях в кратчайшие сроки внизу под роликом будет ссылочка на недавно на динамную компанию цена там не детские но хотя бы по необходимости заказать дорогое яйцо обезопасить себе с помощью этой самой компании можно люди некоторые рискуют посылать яйцо почты я если вы заказываете из-за почты будьте готовы к тому что к вам придет не яйцо полу готова яичница компании сейчас транспортные отказываются во всяком случае известны мне транспортировать эти самые яйца если вы хотите купить инкубационное яйцо дорогое то действуйте так как делаю я я сажусь на машину но если нет машина то ответственно можно воспользоваться гостранспортом либо такси и везу свою задницу к тому месту где мне это самое яйцо продадут по возможности всегда договариваюсь осмотреть место где птичка содержится и посмотреть само стадо материнское если человек не идет на это по тем или иным причинам боится инфекции боится сглаза просто-напросто не может ничего показать потому что он не является заводчиком является посредником профиль продажи этого яйца такая причина тоже может быть то как минимум внимательно прямо по факту на месте разглядывать это самое яйцо яйцо должно соответствовать по форме и окрасу и породе которые вы заказали размеру стандартному не меньше 55 грамм должно быть чистеньким если лицо вам продают очень грязно но она по всем другим параметрам соответствует договаривайтесь о скидке потому что это не есть год и сразу выговаривать им вопрос компенсации не о поводу в идеале если человек не против чтобы вы посмотрели условия содержания птицы и саму птицу внимательно смотрите что птица содержалась на держащих условиях по площади по чистоте температуре наличие освещения и самое главное во всем этом что птица есть и что она сама себе представляет можно посмотреть на птичку чтобы она соответствовала визуально той породе который вы хотите заводить что это действительно помесь и очень немаловажный нюанс чтобы птица по семьям имела раздельное содержание неоднократно встречался с ситуациями когда приезжаешь человеку который себя представляет как заводчик содержащий две или три породы и с удивлением и ужасом наблюдаю что у них вся птица содержится в общем стаде и не все разбирается исключительно по цвету то есть это стопроцентный вариант перекрестного пыления и чистопородной птицы вы от него не получите и так повторимся договаривайтесь не с одним из двумя людьми как меня заранее обговаривайте нюансы компенсации со стороны заводчика неоплода пример вещи возможности сами посещайте место где проживает заводчик и проверять условия которые птичка содержится и самое главное саму птичку соответствует ли на той породе которые вам необходимы и соответствует условия содержания как-то раздельное содержание условиям которые позволяют получить чистопородную птичку из того яйца который вы приобрели наверное еще куча самых разных нюансов может возникать про которые я либо забыл либо не встречался наиболее ярких и систематически повторяющих всем рассказал еще раз хочу сказать что при продаже яйца правильно готовьте ваше стадо проверяйте все яйцо которое вы продаете с помощью вас копирование на предмет боковых воздушных камер качество скроупы отсутствие трещин я забыл принять такой момент что при сборе и хранении яйца на продаже температура хранения больше 15 влажность порядка 70 и самое главное сроки хранения при продаже не более семи суток вот такие мои рекомендации вот такие вот возможности по тому чтобы избежать проблем как при продаже яйца так и при его покупке спасибо за внимание надеюсь было не очень скучно и полезно